Десятый шаг к сервису номер один. Поддержание связи с клиентом. О способах удержания и привлечения новых клиентов на сервис рассказывает на своем мастер-классе Сухов Сергей, начальник производства дилерского предприятия Киа-центра на Московском, город Самара. Сегодня у нас будет мастер-класс касаемо поддержания связи с клиентом до его следующего визита. О компании вкратце. Общая площадь Киа-центра на Московском составляет 2682 квадратных метров. Здесь расположены шоурум, станции технического обслуживания, магазин запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуары. Лестница лояльности. Это поддержание связи с клиентами. Оно для нас является возможностью поднять их на ступеньку выше от возможно случайных покупателей до сторонников фирмы. Поддержание связи с клиентами после осуществления продажи помогает нам содержать повторную и еще раз повторную взялку с клиентом. Так было у нас раньше. Будем рассматривать процент технического обслуживания. Как вы здесь видите, первое техническое обслуживание у нас 15,1%, второе 12%, фиолетовое тут у нас ТО-3, ТО-4, 3,2 и так далее до 10 технического обслуживания. Процент технического обслуживания постгарантийность составляет 57,4%. Мы посчитали примерные потери свои. Они у нас составляли в деньгах в тысячах. Клиенты не проходят техническое обслуживание. В основном, как мы провели статистику, это из 100% непрошедших ТО. В 89% это клиенты забыли пройти его погоду. Это тот, кто мало ездит, но, соответственно, забывает его пройти. По пробегу в основном замечание лишь только нежелание самостоятельно, зная, не проходить техническое обслуживание. Клиенты, которые являются владельцами КИА, были владельцами автомобилей ВАЗ. Где они уяснили то, что техническое обслуживание, оно должно быть только лишь по пробегу. Погоду его не должно быть. Здесь аналогия другая. Здесь нужно работать с клиентом и постоянно ему напоминать. В кризисный год мы постарались привлечь клиента. Не заработать на нем денег, вот сказать, ага, он потенциальный. Мы сделали 30% на работу, 15% на запчасти. И процент постгарантийного парка у нас составил 57%. У вас у кого-нибудь есть 57% доля постгарантийных автомобилей от гарантийных? Это тяжело. Это постоянно массовая работа с приемкой и со всем остальным. Какой способ самый эффективный, который мы используем? Есть письмо. Это официальное приглашение, которое утверждено. Это и вызови на сервисные компании мы его используем. Но оно трудоемко по времени. Во-первых, его нужно написать, наклеить марки, положить почтовый ящик, его должен отнести почтальон и так далее, и так далее. По электронной почте всем приходит много спама. Можно удалить. Дальше. СМС. СМС-рассылка, да, является эффективным инструментом в плане охвата большого количества клиентов. 11 тысяч можем разослать за один день. Но это не отражает той системы работы, которую мы приняли у себя. Индивидуальный подход клиента. Мы используем в своей работе звонок. Звонок клиенту, он интересен тем, что мы позвонили клиенту, клиент задал наводящие вопросы, мы проконсультировали его. Да, мы, может, на него не запишем, но мы ему дадим информацию, что мы есть, что мы о нем помним, что наши отношения с ним нам не безразличны. Он важен для нас. Теперь мы работаем так. У нас есть определенный софт. Мы за 4 дня до технического обслуживания звоним клиенту. Здравствуйте, мы такие-такие-то. У нас есть приглашение на техническое обслуживание в 1С предприятия. Если клиент у нас не приезжал к нам, то она ведет статистику по аналогии среднемесячного пробега. И, соответственно, по времени начинает все с даты продажи автомобиля. Софт считает и дает нам примерное время, то, что вот по этим автомобилям у нас требуется произвести обзвон, напоминание клиенту на приглашение на техническое обслуживание. Клиент, получив звонок, говорит, у меня еще очень-очень долго. Ему говорят, ничего страшного, у вас все с автомобилем нормально, все хорошо. И с ним происходит просто беседа. Вы где купили, туда приезжаете обслуживаться. У нас полный перечень услуг. У нас акции есть сейчас. Зима на улице наступает. Надо же на монтаж провести. Клиенту становится это интересно. Мы все равно даем о себе знать. Если клиент к нам приезжал, и у нас до первого технического обслуживания являются определенные наработки по пробегу, это все программа считает и уже вносит определенные изменения. Консультант по сервису получает эту информацию ежедневно. Он обзванивает клиента, как мы и говорили, приглашает, дает информацию клиенту. Все. Если мы не дозвонились до клиента, то консультант по сервису клиентскому отделу в конце рабочего дня дает информацию, которая отправляет ему смс-очку при влашении на техническое обслуживание. Он опять же о нас узнает. Мы не докучаем клиенту, не названиваем постоянно. Мы просто раз позвонили, не дозвонились, дали информацию в виде смс. Далее. Эффект от тех мероприятий, которые мы проводили. У нас процент распределился так. На первое техническое обслуживание, в принципе, как клиенты не забывали приезжать, купив автомобиль. У меня первое ТО. У всех это на слова. Куда мне поехать обслуживаться? На 2% увеличилось ТО2. На 2,3% ТО3. И так и так по аналогии по вот этой всей сетке. На 18% произошло увеличение по разным направлениям технического обслуживания. От второго по седьмое. Мы так и не смогли с 9 по 10 технического обслуживания увеличить количество прохождения ТО. Лишь только по той причине, что уже практически все автомобили были проданы вторым и третьим владельцам. Мы реализовываем все в направлении технологии, чтобы за этим был всегда контролирующий орган. Все процессы должны быть регламентированы, должны отслеживаться. Это отчеты по работе директору или начальнику производства. Потому что то, что мы внедряем, это должно работать на постоянной основе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова